Всем привет! Сегодня мы снова поговорим о обновлениях от Microsoft для Windows 11 Insider Preview. В последнее время Microsoft активно выпускает новые сборки в режиме Insider Preview. Для участников предварительной оценки Windows канала Beta Microsoft выпустили версии 22.621.601 и 22.622.601. В основном все изменения там касаются именно исправлений. А также были выпуски обновлений для пользователей канала DEP. Версии Insider Preview 25.201 и 25.206 практически последовательно друг за другом они вышли. Включают в себя они небольшое количество изменений, ну а также исправление предыдущих ошибок, о которых мы сейчас и поговорим вкратце. Также хочу подметить здесь информацию о Windows 10, что Microsoft не совсем недавно выпустили информацию о том, что в октябре будет очередное крупное обновление. Которое сейчас приходит для Windows 10 один раз в год. Ранее приходило два раза в год, держу вас в курсе. Итак, давайте начнем с Windows 11 Insider Preview Biled 25.201. Итак, что же нового у нас появилось в этой сборке? Итак, во-первых, это полноэкранный режим панели виджеты. Новый режим позволит увеличить пространство на панели виджетов, чтобы отображать больше информации на экране при открытии. Расширить это окно можно, используя кнопку расширения и сворачивания в правом верхнем углу панели. Размер панели заполняется, поэтому если вы предпочитаете, чтобы ваша панель виджетов всегда показывала больше содержимого и оставляете ее в полноэкранном режиме, то именно так она будет выглядеть при следующем открытии. Кстати, стоит не забывать, что это изменение внедряется постепенно, поэтому, возможно, оно будет доступно не у всех инсайдеров. В предыдущих сборках была представлена предварительная версия виджета Game Pass, без возможности входа в систему с помощью вашего профиля Xbox. Сегодня начинается развертывание обновлений для виджета Game Pass, в котором появилась возможность входа в систему с помощью профиля Xbox. Как и в предыдущем изменении, это внедряется постепенно, поэтому тоже, возможно, будет не у всех. Также были внедрены некоторые улучшения. Допустим, завершен эксперимент с новыми различными визуальными обработками результатов поиска на панели задач. Начиная с этой недели, эта функция будет удалена при следующей перезагрузке. Так что здесь у нас будут потери. Что касается проводника. Поиск в проводнике теперь будет отображать результаты по мере ввода текста. Полная страница результатов поиска будет обновляться в реальном времени, без необходимости нажимать клавишу ввода. Эта функция развертывается постепенно, поэтому она также будет доступна не у всех, к сожалению. Далее проводится эксперимент с добавлением большого количества облачных файлов в результаты поиска на главной странице проводника. Как обычно, во всех инсайдерских сборках присутствует исправление проблем, которые коснулись проводника, панели задач, ввода, вывода текста, параметры, виджетов, окон, диспетчера задач и прочие неисправности были устранены. Также хочу вам напомнить, чтобы получать обновление с канала Dev, вам нужно либо включать VPN, потому что в России есть ограничения на поставку обновлений, либо же, если ваш компьютер не поддерживает Windows 11, то есть способ, с помощью которого можно установить последние обновления Insider Preview. Ссылочку на ролик, в котором я это объяснял, оставлю в описании. Переходите, смотрите. Но далее нас интересует следующая сборка Insider Preview – Bile 25206. Это обновление вышло сразу же после версии 25201 с небольшим промежутком времени, и она в основном призвана пофиксить проблемы в предыдущих сборках. Но также имеет тоже некоторые нововведения. Во-первых, были внесены изменения в поведении ограничителя скорости аудификации. Это сделано для защиты пользователей от злоумышленников. Ранее отправляли большое количество попыток, которое могло ограничиваться лишь некоторым количеством времени, а сейчас это время увеличили. То есть теперь злоумышленник может меньшее количество попыток отправлять запросов для подбора паролей с вашего ПК. Это, по идее разработчиков, сделает Windows менее привлекательным для злоумышленников. Что касается графики, Insider и Windows теперь могут экономить электроэнергию. Правда, это доступно на мониторах с частотой 120 Гц и выше с поддержкой VRR – переменная частота обновления. Также были внесены изменения в поиск проводника, которые теперь показывают недавнюю файловую активность для облачных файлов. Кто пользуется, конечно, облаком. Также, как и в предыдущих сборках, были исправлены некоторые проблемы, касающиеся параметров, поиска и многого другого. А также предыдущие ошибки, выпущенные с предыдущими сборками. Из новых проблем, которые сразу же настигли меня после установки последней инсайдерской версии – это меню поиска. Если мы его нажимаем, вылетает окошко неизвестно где, пользуются им невозможно. В общем, новые обновления, новые проблемы. Ну, куда без них. Буду ждать, когда исправим. Ссылку на информацию для подробного изучения исправлений я оставлю в описании, как по предыдущей сборке, так и по этой. Да, несомненно, эти сборки внесли что-то новое, но конкретно, визуально видимое для пользователей здесь совершенно мало. Я бы даже сказал, что практически ничего. Обычный среднестатистический пользователь Windows здесь, в принципе, ничего нового таки не заметит визуально. Ну и на этом все. Вот такие вот сборки предварительной оценки Windows у нас вышли. Устанавливайте, скачивайте и изучайте, кому это интересно. Субтитры сделал DimaTorzok